В 27-й год правления Тяньшена Генерала снова вырвала кровью Божественный генерал снова вырвал кровью Бога войны снова вырвала кровью Победившего Бейронга Бога войны снова вырвала кровью Могущественный Бог войны снова вырвал кровью Джин Бэя снова вырвала кровью Гнездочу Син Хоу снова вырвала кровью Кровотечение сильное? Кровотечение сильное? Кровотечение сильное? Сильная! Приказываю сохранить Ротгу. Немедленно женить его. Итак, Онгу Юньфань, генерал Женьбэй. Генерал, давайте ложиться спать. У меня сильное ранение. Боюсь, я не могу выполнить свой долг. Не спеши. Выпьем сперва вина. Вы правы, генерал. Пахнет вкусно. Тут так жарко. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Потом... Он что, потерял сознание? Похоже, придется оказать первую помощь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Похоже, у меня нет выбора. Придется использовать мои уникальные методы. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Что вы с ним сделали? Нет, я... Генерал! Я не... Генерал! Да послушай, ты меня замолчи! В такой ситуации вам нужно кричать не генерал, а следует кричать лекарь. Кричать лекарь? Лекарь! 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 Какие же вы здесь все странные? Дыхание едва заметно. Кровообращение усилилось. Беда-беда Дорогая, я слышал слова доктора. Брак между нами был благословлён, но судьбу не одурачить. Если ты хочешь уйти отсюда... Генерал, независимо от жизни и смерти, я хочу быть с тобой. Став такой молодой вдовой, сможешь смириться. Я с детства тщательно изучала медицинские книги различной травы и болезни. Любой в столице знает это. Я верю, что я обязательно вылечу твою рану. Отвали. Отвали. Генерал, там убийца, там убийца, там убийца! Гу Юнь Фань, тебя ранил Цуэ Синжан. Удивительно, что ты выжил. Это благодаря ей? Верно. Она спасла меня. Братец, успокойся. Импульсивность в происке дьявола. Есть вопросы? Решай их со мной. Не тронь мою жену. Вы познаете любовь до гроба. Умер? А ты как думаешь? Генерал! Генерал! Генерал, вы в порядке? В порядке. Убери его. Да. Дорогая. Долго будешь так лежать? Генерал, ложись пораньше спать. Мне пора. Остановись. Прости, что напугал. Твои слова и деяния, правда, тронули меня. Но без боевых навыков, если вновь будет такая ситуация, спрячься за моей спиной. Генерал, ты мой муж и любовь всей моей жизни. На мой взгляд, твоя безопасность важнее всего остального. Более того, я знала, что ты сможешь уложить этого убийцу. Поэтому я намеренно отвлекала его внимание. Ты был потрясающим и правда убил его одним ударом. Не ожидал, что ты знаешь не только медицину, но еще и знакома с тактикой. Совсем чуть-чуть. Не нужно быть обо мне высокого мнения. Я убил бы врага. Гораздо быстрее. Ты только преградила мне путь. Супруг, вы так долго пролежали в постели. Ваша спина и ноги, вероятно, болят и конечности затекли. Позвольте сделать вам массаж. Прилягте, прилягте. Отпустите плечи и ноги. Если пациент долго не встает с постели, сиделке нужно время от времени делать массаж для хорошего кровообращения. В противном случае будут осложнения. Так лучше, да? Теперь помассируем эту ногу. Достаточно. Помассирую тебе голову. Приступим. В этом нет необходимости. Но я даже еще не начала. Уже поздно. Ступай к себе и отдохни. Ладно. Я ухожу к себе. К себе? А куда мне идти? Я все еще не пришел в себя. Я не могу спать с тобой. Прошу, иди пока в покой у Восточного дворца. Так и быть. Моя госпожа. Сяомань. Вечно ты появляешься как призрак из ниоткуда, напугала меня. Госпожа, вы голодны? Уже поздно. Остались какие-нибудь вкусняшки? Да что происходит? Какой-то сбой в программе? Попробую еще раз. Почему моя магическая сила исчезла? Как я собираюсь спасти его? Кажется, тем вечером я выпила немного вина. А потом... Потом... Что же случилось потом? Забудь. Перестань думать об этом. Спрошу у генерала напрямую. Кто здесь? Дорогая... Дорогая... Я должен... Поблагодарить тебя за это. Поблагодарить меня? Ты была такой, полная энтузиазма. Ты даже по собственной инициативе упала в мои объятия. По своей инициативе? Что случилось потом? Позже. Мы разделили ложа. Разделили ложа? Верно. Ты меня очень... Удивила. Очень удивила? Можете ли вы сказать конкретнее? Почему спрашиваешь об этом, зная ответ? После того, как я проснулся, я почувствовал себя отдохнувшим. Моя рана наконец-то перестала болеть. Прямо как по волшебству. Но императорский лекарь сказал... Вижу, ты уходить не собираешься. Ты ведь хочешь остаться здесь и принять со мной ванну? Нет-нет, я сейчас ухожу, а ты купайся. Узнали, кто убийца? С его внешностью это затруднительно. Не важно. Он не убил меня. Люди, стоящие за этим, не сдадутся. Подождем и посмотрим. Джо Сень. Пусти слухи, что после моей женитьбы мое здоровье улучшилось. Я скоро вернусь ко двору императора. Почему? Разве вы не хотели избежать этой передряги? Верно. Поскольку я симулировал серьезную травму, я держался подальше от беспокойного двора императора. Подавляя свою силу воли, могу ли я выманить змею из гнезда? К тому же... Моя жена очень интересная личность. Этакий счастливый сюрприз. Счастливый сюрприз? Проблемы? Нет, никаких. Главное, вы довольны. Тогда... Мне все еще нужно расследовать личность ее светлости. Приступим. Генерал. Генерал. Просто продолжай. Да. Генерал. Что здесь происходит? Они охранники генеральского особняка. Я был серьезно болен. Не успел вовремя представить их тебе. Теперь необходимо, как положено, вас познакомить. На самом деле, в этом нет необходимости... Слушай мою команду. Отныне моя жена хозяйка императорского особняка. Вы должны быть ей преданы. И все время защищать ее. Если она пострадает... Вы будете наказаны. Да, генерал. Приветствую вас, генерал. Приветствую, госпожа. А кто она? Наложница, жалованная генералу его величеством Люхаусе. Ясно. Так вы наложница генерала. Приятно познакомиться. Когда я услышала, что генерал женился на вас, я почувствовала себя такой счастливой. Раньше я каждый день одна бродила по этому большому саду и чувствовала себя такой одинокой. В будущем вы развеете мое одиночество. Ладушки, когда у тебя будет время, приходи ко мне веселиться. Генерал. Я... Прошло уже несколько дней. Я перепробовала все методы. Может, моя магия хоть немного восстановилась? Ура, я сделала это! Госпожа, простите, я случайно опрокинула вазу. Разделили ложе? Почему спрашиваешь об этом, зная ответ? Вступление в брак дарует здоровье и удачу. Так говорили предки, это правда. Я поняла. Должно быть, я случайно что-то спровоцировала во время близости той ночью. Исчезновение сил связано с нашей первой брачной ночью. И если это связано с нашей первой брачной ночью, мне нужно еще раз ходить за этим к генералу. Итак. После приказа императора о женитьбе, она появилась в особняке премьер-министра Ся. Да. Я наводил справки и узнал, что госпожа Ся в детстве покинула дом, чтобы изучать медицину. А до этого никто из людей в особняке Ся никогда ее не видел. Генерал, как вы думаете, молодая госпожа Ся, была послана сюда бейронгом? Невозможно. Я сам в этом разберусь. Весть о моем постепенном выздоровлении распространилась. Далее нам нужно усилить охрану особняка. К тому же, вы должны защищать мою жену. Слушаюсь. Генерал. Генерал. Гене... Рал. Можешь идти. Слушаюсь, генерал. Почему ты решила прийти ко мне? Так поздно ночью. Мы не виделись несколько дней. Я так соскучилась. Так что пришла повидаться. Извини, что заставляю волноваться. Со мной все в порядке. Генерал. Не могли бы вы... Дорогая, скажи, чего хочешь. Не могли бы мы снова разделить ложе. Что ты сказала? Ладно. Я имею в виду, что... То, что ты сделал в первую брачную ночь. Ты можешь повторить еще разок? Конечно. Тебе неинтересно, почему я об этом прошу? У моей супруги должна быть причина для этого. Мне не нужно спрашивать об этом. Тогда... С чего мы должны начать? Начнем с распития вина. Прошлый раз после этого я и забыла, что произошло. Какая вкуснятина. Еще чашечку. Дорогая. Я могу... Ты говоришь, что ты хотела... ...меньше... Почему я так ничего и не выяснила? В чём, чёрт возьми, проблема? Сядюэр, ты фея-лиса, которая вот-вот получит бессмертие. Как тебя могла соблазнить его красота? Нет-нет-нет-нет-нет. Прекрати это прямо сейчас. Думай о том, как закончить это дело. Госпожа, пора поесть. Давай поедим-поедим. Какая бы ни была проблема, я подумаю об этом после еды. Так вкусно пахнет. Всё, Мань, садись и поешь со мной. Нет, я буду есть булочки на пару. Булочки на пару. Я поела. Как ей это удалось? Неужели эта девушка тоже обладает магической силой? Сестрица Дюэр, ты здесь? Сестрица Дюэр, тебе так повезло. Получить любовь и заботу генерала. Любовь? Я так сильно тебе завидую. Любовь и заботу? Нет-нет-нет, отношения между генералом и мной не такие, как ты думаешь. Я слышала, что вы каждый день проявляете огромную нежность друг к другу. И у вас очень тёплые отношения. В отличие от меня, я живу в особняке генерала уже два года. И видела генерала всего несколько раз. Но я так искренне люблю его. Сестра, ты не должна грустить. Привязанность генерала ко мне не похожа на то, что ты думаешь. В любом случае, мы… Ты не поймёшь. То, что ты сказала, правда? Если я тоже смогу каждый день оставаться рядом с генералом, даже если я буду горничной, делающей уборку, подающей ему чай и лекарства, я буду готова это сделать. Это должно быть и есть натающая любовь в человеческом мире. Не ожидала, что Хао Сюэ будет так увлечена генералом. Если я смогу помочь Хао Сюэ с этим, это будет своего рода доброе дело. Это добавит мне шанса стать бессмертной. Тогда приступим. Хао Сюэ, не волнуйся. Я придумаю способ, как сблизить вас с генералом. Правда? Тогда спасибо за твою помощь, сестрица. Доверь это дело мне. Девушки отдыхают. Господин, вы ещё помните меня? Кто ты? Здесь десять лет назад ты спас мне жизнь. Десять лет назад? Это была ты. Верно, это была я. Теперь я вернулась за тобой. Девочка, которую я спас десять лет назад, была маленькой лисичкой. Генерал, генерал. Заняты сейчас? Не желаете отдохнуть и поесть десерт? Хорошо. Сегодня я съела невероятно вкусный десерт, поэтому я специально принесла его вам на пробу. Ну как, ну как? Вкусно? Конечно же. Кроме того, девушка, которая приготовила эти десерты очень красиво. И нежна, и мила. Долгое время она восхищалась тобой. И просто без ума от тебя. Точно. Я говорю о сестрице Лю Хаусье. Не ожидал, что тебе интересно будет быть с Вахой. Однако, я боюсь, что я могу подвести тебя. Почему, генерал? Вы считаете, что Хаусье недостаточно хороша? Ты… С ней всё в порядке. Это со мной проблема. Так что, в будущем не трать на это время. Вот. Что это такое? Суп. Какой суп? Не спрашивайте, это полезная вещь. Пей. Как себя чувствуете? Очень хорошо. Помимо почек, хорошо ли ваше сердце, печень, селезёнка и лёгкие? Мне немного жарко. Это прекрасно, если тебе жарко. Чувствуешь что-нибудь ещё? Мне жарко и… Жарко. Генерал, почему у вас кровь идёт из носа? Ради всего святого, что-то дала мне выпить. Ничего особенного. Молодые рога оленей, годжи, семена лука, цветы горянки, семенные железы тюленя. Ингредиентов много, я все не помню. Всё это афродизиаки? А разве у вас нет с этим проблем? Кто сказал тебе, что у меня… Генерал, с вами всё в порядке? Сейчас же уйди. Мне нужно отдохнуть. Генерал, ваше лицо покраснело. Здесь и правда так жарко? Вы весь горите. Как насчёт… Того, чтобы я послала за доктором для вас. Джоу Сянь! Генерал, немедленно уведи её. И не позволяй ей снова показаться передо мной… Да в чём, собственно, проблема? В чём я ошиблась? Госпожа, вы голодны? Да… У тебя есть что-нибудь поесть? Мне всё подойдёт, только не та… Булочка на пару. ПО pairы в голове с нами… Генерал, не нужно отбирать себя… Булочка на пару Кiąгтаж на пару Генерал. Мне не хочу. Генерал, мне не надо! Как ты понимаешь, я не могу. Я хочу помочь, не готовить меня. что мы не чувствовали этого блока и через монетчего и были вместе всю нашу жизнь. Это связь с Уэр, это и правда ваша жизнь. Генерал, ваше лицо покраснело. Здесь и правда так жарко? Братец, успокойся, импульсивность в происке дьявола. Эта женщина просто возмутительна. Вы говорите о ее светлости? Когда ты пришел? Только что. Генерал, что там такое? Там комар. Ты пришел сюда так поздно? Срочное сообщение с границы? Вы все точно предсказали. Когда изгнали солдат Бейронга, они не смирились и тайно собирают войска. Они, скорее всего, нападут. Понял. Свободен. Да. Кто там? Госпожа. В чем дело? Прибыл принц Цзишень. Принц Цзишень? Седьмой сын императора Цзишень. Литератор и стратег. Но какое это имеет отношение ко мне? Иди и скажи об этом генералу. Генерал ночью купался в холодной воде. У него жара, он в постели. Он не может принять в гостя. Притворщик. Прошлой ночью он был таким энергичным? Или высокая температура проявляется не сразу? Хорошо, я поняла. Я подойду позже. Да, госпожа. Приветствую вас, Ваше Высочество. Ваше Высочество. Это госпожа Гу. Приветствую. Здрасьте. Я слышал, господину Гу сейчас стало лучше. Я пришел навестить его. Интересно, а он… Сейчас неподходящее время для вашего визита. Были все признаки выздоровления моего мужа. Однако прошлой ночью он так сильно беспокоился о ходе войны, что сейчас все лежит в постели, а не в силах встать. Сильно? Беспокоился? Если хотите ему что-то сказать, то я могу передать. Не нужно. Господин Гу все еще не поправился. Я не стану больше вас беспокоить. До свидания. Берегитесь принца Цзэцзяня. Принц Цзэцзянь? Старший принц Сео Цзэцзянь. Какой он из себя? Тщеславный. Развратный. А что насчет принца Цзэцзэня? Разве вы его только что не видели? Эй, ты… Генерал, он ушел, да? Он разговаривал с кем-нибудь еще в моем особняке? Нет. Принц Цзэцзэнь немного поболтал с ее светлостью, а затем ушел. Я могу догадаться о содержании их беседы. Не обращай внимания. Делай все как обычно. Понял? Приветствую, мой господин. Как у тебя дела? Гуй Юньфань очень бдителен. У меня нет возможности приблизиться к нему. Что? Бесполезная женщина? Прошу, не сердитесь. Я успешно завоевала доверие Сео Цзюэр. Возможно, она поможет мне добиться успеха. Не действуя прометчиво. Ее происхождение неизвестно. Но Гуй Юньфань по-прежнему держит ее рядом с собой, не беспокоясь. Должно быть, не все так просто. Ты… Внимательно следи за ней. Слушаюсь. я мечтаю лоп performance. Генерал, генерал, почему вы здесь? Я видел рану на твоей шее. Она выглядит немного странно. Что ж, я получила эту рану в детстве. Я не знаю, почему этот шрам так и не задумал. Ты поранила шею. Наверное, больно. Все в порядке. Это случилось давным-давно. Я уже забыла об этом. У тебя больше нет жара? Полагаю, что на этот раз ты принял не то лекарство. О чем ты ворчишь? Генерал, разве ты не... Разве ты не очарован в нами? Неслыханно. Неправда. Чтобы узнать правду, мы можем попросить всех, кто был там, рассказать, что было на самом деле. Пожалуйста, не верьте ему. Я этого не делал. Хватит. Цзэцзянь первым проявил неуважение. Теперь ты под домашним арестом. И не покинешь дворец, пока я не разрешу. А насчет госпожи Гу... Должно быть, она неправильно себя повела. Связать и выпороть 20 раз. Нет. Как смеешь? Гуиньфань, сомневаешься в моем приказе? Я не смею. Только хочу сказать, что моя жена хрупка и не перенесет наказание. Пожалуйста, лучше накажите меня вместо нее. Гуиньфань, не думай, что я не накажу тебя только из-за твоих многочисленных побед на войне. Я просто хочу защитить женщину, которую люблю. Я не пытаюсь настроить вас против себя. Прошу, поймите это. Ты? Император, принц Дишень хочет вас видеть. Зачем это? Не впускать? Принц Дишень сказал, у него важное сообщение. Ладно. Отец, приветствую тебя. Хватит. Что произошло? Отец, королева Ваэлян узнала, что наша страна дала отпор Байронгу. Они прислали к нам послов с подарками. Сейчас они ждут в общем зале. Да это же отлично! Здорово! Это просто великолепно. Мое имя, Тяньшэн, теперь будет известно повсюду. Я оправдал доверие бывшего императора. Гуиньфань, учитывая твое ранение, я не буду тебя наказывать. Уходи. Отец, молчать! Немедленно возвращайся к себе! Ваше Высочество, у вас изящные манеры. Вы благовоспитаны и тактичны. Вы такой необыкновенный человек, в отличие от принца Цзэцзяня. Я польщен. Мой брат просто немного вспыльчив. В любом случае, на этот раз я в большом долгу перед вами. Если вам понадобится какая-то помощь, просто скажите мне. Вы очень добры. Все в порядке. Что ж, мне пора. Ну что не так? Почему ты злишься? Отпусти меня. Отпусти. Я тот, кто защищает тебя. А ты благодаришь другого мужчину. И весело смеешься вместе с ним. Сядь, Зюэр. За кого, черт возьми, ты меня принимаешь? Конечно же, ты мой человек. Принц Цзэшэн не родственник и не друг. Он помог нам. Разве не нужно говорить слова благодарности? Генерал, ты что, меня ревнуя? Не нужно так кричать. Прими это как благодарность за спасение моей жизни. Я просто хочу защитить женщину, которую люблю. Я не пытаюсь настроить вас против себя. Прошу, примите это. Продолжение следует... 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 Магия восстановилась лишь на 10%. Что, черт возьми, происходит? Не может быть, чтобы это было из-за этого. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты как? Мне так страшно. Не сработало. С тобой всё хорошо? Просто продолжай упражняться с мечом. Девушки отдыхают такая нелепая причина. Нужно действовать постепенно. Тридцать процентов моей магии восстановилась. Значит, я просто слишком много думала прежде. Просто раньше я не была в человеческом мире и ещё не приспособилась. Госпожа, седьмой принц здесь. Седьмой принц? Что он здесь делает? А где генерал? Он вместе с Джоусянем ушли по делам. Мне тослать принца подальше? Ничего, ничего. Я всё ещё перед ним в долгу. Попроси его подождать на заднём дворе. Слушаюсь. Ваше Высочество, спасибо, что помогли мне в прошлый раз. Не стой благодарности. Предлагаю выпить за это до дна. Думаю, можно немного выпить. Прекрасно. Вы заставляете меня завидовать господину Юньфаню, столь прекрасная жена. Если госпожа не против, выпив чашу до дна, мы станем с вами одной семьёй. Ещё петь. Ещё петь. По последней. госпожа, 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 госпожа. Ты кто такой? Я? Где это я? Мне нужен мой генерал. 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 Госпожа. Мне нужен мой генерал. Куда вы, госпожа? Генерал. Вы плохо себя чувствуете? Генерал. Что здесь происходит? Брат Юньфань. Генерал. Генерал, наконец-то я нашла вас, генерал. Где ты был? Принц. Моя жена плохо себя чувствует. Извини, что не могу остаться с тобой. Джоу Сянь, проводи гостя. Да. Брат Юньфань, я… Ваше высочество. Прошу. Аккуратно. Генерал, я так сильно хочу спать. Ладно, заходи. Средь бела дня позволяет такие фривольности. Совсем стыд потеряли. Госпожа, Сяо Дзюэр нас обманула. Похоже, я её недооценила. Генерал. На самом деле, я не третья дочь премьер-министра. Молчи. Я всё знаю. Раз уж ты знаешь, почему не раскрыл мою личность? Ты не боишься, что я причиню тебе вред? Ты пришла вернуть долг. Как ты могла причинить мне вред? Откуда ты узнал? Я только помню, что десять лет назад я спас маленькую девочку. Остальное ты рассказала. Когда она пилась и показала свои лисье ушки и сказала, что пришла вернуть долг. Неужели я всё это неправильно понял? Но я... Я просто дух, который приносит тебе только неприятности и несчастье. Вот кто я такая. Я тебе всё ещё нравлюсь. Я всё ещё нужна тебе? Нужна? Ты нравишься мне? Это не из-за приказа императора. Или чего бы то ни было ещё. Ты мне и правда нравишься. И не важно, человек ты или дух. С тех пор, как ты вышла за меня, ты принадлежишь мне. До конца наших дней я буду защищать тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держись. Значит, вы оба здесь. Сбился с ног, пока искал. Кто ты такой? Почему ты ранил её? Убирайся. Не твоё дело. Я хочу её спасти. Никто её не тронет. Ладно. Хотел быть вежливым, но... Не выйдет. Молодой господин! Я здесь! Сестрёнка. Мой генерал. Красивый и обаятельный. Нежный и милый. Спасибо небесам. Я готова отказаться от бессмертия, чтобы прожить с ним всю жизнь. Сегодня я собираюсь рассказать вам историю Гу Юнь Фаня, генерала армии Джэнь Бэй. Прошу, наслаждайтесь. Здорово, здорово! Бэйронг вторгся на наши земли. Командующий с северо-запада был бесполезен. Мы потерпели много поражений. Генерал, что мы здесь делаем? Разве ты не говорила, что тебе скучно дома? Вот я и взял тебя с собой на прогулку. Захватчики разбежались как крысы. Он никогда не проигрывал. К сожалению, генерал Джэнь Бэй был ранен в сражении. И ему пришлось вернуться в столицу. Его Величество пожаловал ему титул и жену. Однако, ранение генерала Гу было тяжелым. И ему предсказали скорую смерть. Но неожиданно, после того, как генерал Гу женился, его здоровье с каждым днём стало улучшаться. Говорят, что теперь он даже может встать с кровати и ходить. Разве? Это не удивительно? Да, это так. Ну, на мой взгляд, госпожа Гу могла оказаться великим медиком. Она способна возвращать мёртвых к жизни. Тьфу ты. Великий медик. Она околдовала генерала. Хитрая лиса. А? Откуда она узнала, что я лиса? Нет, нет, нет. Я слышал, что у госпожи непримечательная фигура. Кроме того, у неё обычное лицо и вялые глаза. Генерал Гу совсем ею не интересуется. Верно. Его могут заинтересовать только такие девушки, как я. Это чепуха. Жена генерала Джинбэя не может быть опорочена вашей клеветой. Ваше Высочество. Идём. О, господин и госпожа Гу. Рад видеть. Хватит церемонии, присаживайтесь. Генерал, пожалуйста, выпейте немного чаю. Как у тебя дела в последнее время? Спасибо за заботу. Со мной всё, дорогая, твой чай чудесен. Не стоит благодарности, дорогой. Интересно, слышали ли вы, что, когда войска Бейронга были отброшены назад в степи, они тайно перегруппировались для нового вторжения? Вы должны сообщить об этом Его Императорскому Величеству. Я уже сдал свой знак военачальника. И больше не отвечаю за армию. Брат Юньфань служит в стране. Неужели отец прислушался к придворным и лишил тебя звания? Я сбит с толку. У Его Величества были свои причины на это. К тому же, теперь я свободен от обязанностей и живу беззаботно. Брат Юньфань, не скромничай. Все это знают. Сто тысяч элитных воинов на границе подчиняются только вам. Имя Гу Юньфань имеет больше власти, чем знаковая начальника. Принц, прошу, осторожнее в выражениях. Он испытывает Гу Юньфаня. Похоже, седьмой принц. Не так прост, как кажется. Приношу извинения. Я просто чувствую несправедливость по отношению к тебе. Прошу, не сердись. Спасибо за беспокойство. Как же здесь скучно, генерал. Дорогая, как насчет того, чтобы прогуляться по рынку? Хорошо. Генерал, на рынке могут быть шпионы. Я боюсь, что... Все в порядке. Пойдем. Идем. Купи это. Вот деньги, возьмите. Покупаем. Я оплачу, оплачу. Покупаем. Возьмите оплату. Ой, госпожа, я уже не могу это нести. Берем, берем. Свежая свиная вырезка утром еще бегала по двору. Идеально для Жиркова. Госпожа, нам не нужно покупать это, правда? Я возьму все, купи это. Конечно, я упакую для вас. Вы так великодушны. Вот, возьмите деньги, свинину оставьте. Ох, ладно, без проблем. Посмотрите, разве мы не правы? Она настоящая лисица. Околдовала генерала Гу. Господин Гу, вечно вы влюбляетесь в таких уродливых женщин, как она. Я так разочарована. Ничего себе. Оказывается, госпожа Гу такая красавица. Неудивительно, что генерал Гу вернулся к жизни. Я бы на его месте тоже не хотел умирать. Ну и ладно. Расходитесь, расходитесь. Я приготовила для вас чашку зеленого чая и принесла, чтобы вы попробовали его. Вы только оправились от болезни. Это полезно для вашего тела. Не стоит. Что ж, тогда я откланяюсь. Генерал. Прочь. Без моего разрешения не входи. Слушаюсь. Генерал. Генерал. Чего такая счастливая? Видеть тебя делает меня счастливой. Правда? Да. Генерал. Гене… Генерал. Что? Есть… Новости. Понял. Дорогая, у меня срочное дело. Отдохни пока здесь. Ступай, ступай. Идем. Да. Он украдкой поцеловал меня. Так нахально. Тебе следовало остаться на границе. Зачем вернулся? Я беспокоюсь о твоём здоровье. Генерал, ты чувствуешь себя лучше? Не твоё дело. Пока я был на границе, сходил с ума, зная о твоём ранении. Как ты можешь быть таким холодным? Ужас. Лучше вернусь на границу. Ты всё ещё здесь? Гу-юнь-фань. Румянец на твоём лице. Кровь бушует внутри тебя. Огонь похоти в твоих глазах. Незнакомый аромат на твоём теле. Ты держал красавицу в объятиях. А я помешал тебе, верно? Ну и пусть я разозлил генерала. Эта молодая госпожа Ся, видимо, очаровала тебя. Она невероятна. Да? Расскажи. Нечего рассказывать. Хватит разговоров. Давай к делу. Военный советник Су. Ладно. Пару дней назад жпион Бейронга проник в город Люе. Он попал в мою ловушку. Он непростой человек. После пыток я узнал один секрет. Этот секрет касается тебя. Эй, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Правитель Бейронга ненавидит тебя и приказал убить. Убийцы Бейронга тайно отправились в столицу. За тобой. Сколько их? Много. Понятно. Ты что, совсем не волнуешься? А какой смысл? Когда они придут, у меня будет решение. Мой дорогой генерал, вы понимаете, в какой вы ситуации? В вашем особняке Джоусянь чуть больше дюжины охранников. Очевидно же, что вы будете в меньшинстве. Как вы их одолеете? Может быть, у тебя есть идеи? Я останусь здесь. Защищу вас. Ты? Если я правильно помню, даже меч слишком тяжел для тебя. Как ты защитишь меня? С помощью этого... Сучиньюи. Тебе пора ложиться спать. Остановись. Ночь ведь длинна. И я не хочу спать. Как насчет поболтать? Со мной при свечах. Поговорим о военных стратегиях. Иди прочь. Бессердечный, неблагодарный. Тогда я уйду. Сядюэр, ты, мерзавка, решила шутки шутить со мной. Я заставлю тебя страдать. Госпожа... Лёха, Уси, ты что делаешь? Госпожа... Кал... Колдовство. Почему ты намеревалась уколоть его? Это мой кролик. Это всего лишь животное. Я могу делать с ним все, что я захочу. Тебя это не касается. Все существа в мире равны. Нет разницы между животными и людьми. Вы, люди, не имеете права лишать жизни животных. Вы? Люди? Ранее я обещала помочь тебе и генералу быть вместе, но теперь мы с ним влюблены друг в друга. Я не могу выполнить обещания. Я пришла извиниться перед тобой, но сейчас это кажется ненужным. Сяомань, пойдем. Да. Госпожа, с вами все в порядке? Я в порядке. Тебе нужно будет доставить очень важное письмо. Помни. Тебя они должны видеть. Слушаюсь. Сяомань, то, что ты видела, было просто... Госпожа, я ничего не видела. Хорошая девочка, какую награду ты хочешь? Булочку на пару. Сяомань, ты знаешь, я никогда не смогу понять, что такого хорошего в булочке на пару? Сытость. Хорошо. Десять булочек на пару. Пятнадцать. По рукам. Пойдем. Так вкусно? Конечно. Булочка на пару самая лучшая. Замрите. Лисий дух. Лисичка, как ты посмеловать его особняк генерала? Чего добиваешься? Праздный даос. Это не твое дело. Давненько я им не пользовался. Надеюсь, еще работает. Пять звезд гасят свой свет. Боги и святые, защитите мою душу. Враг мой да будет покорен мне. Демоны в пяти царствах пусть погибнут. Боги, что на моей стороне, пусть выполнят мой приказ. Моя магия ранила тебя, но ты не превратилась в лесу, а твой уровень высот. Говори, что ты делаешь в особняке генерала? Я... Это не твое дело. Что ж, тогда я оставлю манеры. И пусть демоны погибнут. Прости. Я должен был сказать Ченьюю раньше. Он... Твой хороший друг. Нас многое связывает. Он что, сумасшедший? Это же дух лисы. Человек и дух вместе. Почему нет? Какая разница, дух она или человек? Даже ты околдован. А это лиса. Мастер в искусстве соблазнения. Я не уверен, сумасшедший генерал или нет, но я знаю, что с тех пор, как они поженились, он улыбается больше, чем вообще когда-либо раньше. Убийца. В чем дело? Останься здесь. Генерал, я убил всех убийц. Все, как я и ожидал. Это план Бейронга. Генерал, 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 ты в порядке? Почему ты вышла? Я верил тебе лечь. Я беспокоюсь о тебе. Эй, подожди. Чего тебе? Су, су, су чинь юй. Су чинь юй. Хотя я больше всего ненавижу даосов, но вы с Гуиньфанем хорошие друзья. Следовательно, я вижу в тебе и своего друга. Хорошо. Я просто вернусь на границу. С глаз долой, сердце вон. Берегись. Генерал! Генерал! Ужасный запах. Тянландское зелье змеи из Бейронга. От этого редкого яда нет антидота. Смерть наступает через час. Что? Нет, это невозможно. Лучше бы это была неправда, но... Генерал! 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 Ты не должен умереть, генерал! Генерал! По правде, есть один способ. Мы можем попробовать. Какой способ? Мой учитель сказал, «Пятисотлетний дух Девятихвостой лисы обладает сущностью неба и земли и невероятно чист. Используя магию, можно вернуть его к жизни. Однако, во время магического обряда духу лисы придется пережить невероятную боль». «Генерал, до тех пор, пока вы будете живы, такая боль ничего не будет значить. Даже если бы мне пришлось рассыпаться в прах, я бы сделала это». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Сяомань Ты чего, Сяомань? Зачем ты ей это сказал? Из-за тебя она умрёт. Сяомань, прошу, успокойся и подумай. Если генерал умрёт, захочет ли её светлость жить дальше? Подумай. Что же такое настоящая любовь? Один готов умереть ради другого. Приветствую, Ваше Высочество. Я слышал, что ты великий Даос, прямо сейчас в столице. Обитает дух лисы. Господин, это то, зачем я и пришёл. Сяомань, можно я не буду это пить? Сучиньюи прописал мне эти горькие и вонючие лекарства. Держи пари, он специально это сделал. Сяомань. Госпожа. Сяомань, можешь нас оставить наедине на минутку? Генерал, твоя рана заживает? Больно было? Зачем, глупышка? Смотри, боль была такая мгновенная. Вот на что мы лисы способны... Теперь после сладостей пора пить лекарства. Какие сладости? Гу-юнь-фань, какой же ты злюка! Ну всё. Милая, я, Гу-юнь-фань, клянусь, всю жизнь оберегать тебя. Быть в твоём сердце и никогда не оставлять. Время лекарств. Подую. Слуга Гу-юнь-фань, приветствует вас. Встаньте, генерал Гу. Спасибо. Генерал Гу, несколько дней назад я слышал, что ты был ранен наёмными убийцами. Сейчас чувствуешь себя лучше? Спасибо, Ваше Величество. Мне лучше. Ваше здоровье дороже всего золота Тяньшена. Сейчас захватчики Бейронга атакуют основные перевалы на границе. Поэтому я хотел бы восстановить вас на должность, чтобы вы защитили нас от врагов севера. Что думаете по этому поводу? Готов возглавить армию? Замолкни! Хватит с тебя! Надеюсь, брат Юнь-фань сжарится над нами, жителями Тяньшена, и примет знаковое начальника. Как долго вы собираетесь сражаться? Похоже, скоро появится победитель. Глупое состязание в гляделке. Серьёзно? Ура, я победила, победила! Генерал, генерал, ты видел? Я победила советника Су. Я видел это. Генерал, как ты мог встать на её сторону? Почему нет? Она ведь моя жена, делаю, что хочу. Чего улыбаешься? Ты заставил улыбнуться. Парень, знающий, как расчёсывать и завязывать волосы. В этом мире я служу только тебе. Милая, ты счастлива? Так слащава. Ты же великий генерал нашей нации. Генерал – это просто мой титул. Если бы не было врагов, угрожающих нам, я бы хотел быть бездельником и с тобой наслаждаться красивыми видами природы. Ты бы отказался от своих привилегий и славы? Это тщеславие. Меня волнуешь. Лишь ты. Милая, Должен сказать. Граница в опасности. Я должен возглавить армию на севере. Победить захватчиков. Что? Когда? Через неделю. Так скоро? Это очень важно. Я должен взять на себя ответственность. Страна в опасности. У каждого мужчины есть ответственность. Тебе нужно ехать. Я буду ждать тебя. Мне придётся оставить тебя здесь одну. Я волнуюсь. Тебя беспокоит, что Сяо Цзэ Цянь будет действовать против меня? Не только он. Есть ещё человек. Сяо Цзэшэнь? Именно. Пусть он кажется вежливым и щедрым, с другими людьми, но он, честолюбив, просил встать на его сторону и помочь ему унаследовать престол. Я отказался, и он решил разобраться со мной, замыслив убийство. Ты имеешь в виду, убийцы прошлой ночью были посланы им самим? Чэнь Юй провёл расследование. Принц подослал ко мне тех двух убийц. У него такое чёрное сердце. В этой миссии я нанесу сокрушительный удар Бейронгу, такой, что они не подумают о вторжении, ещё лет 30. Затем попрошу императора об отставке. Уйду прочь со дворца. И вместе мы заживём обычной жизнью. Это моё обещание всем гражданам Тяньшэна. И моё обещание тебе. Я верю в тебя. Дорогая, ты поедешь со мной к границе. Куда бы ты ни пошёл, я последую за тобой. Сяомань, на границе холодно? Может, нам сшить ещё пару зимних вещей? Госпожа, вопросы подобного рода вы должны задавать генералу. Гу... Гу Юнь Фанни с оченьёй заняты подготовкой к поездке. А когда они возвращаются домой, в кабинете обсуждают стратегии. Мы едва видимся с ним. Вы скучаете по нему? Нет, я не скучаю по нему. Госпожа, не забудьте купить булочки на пару. Есть животные, птицы, дикие фрукты, рыба на границе, ты не умрёшь с голоду. Но я ем только булочки на пару. Боже мой! Что у тебя за странное поклонение булочкам на пару? Эй, ты кто? Отпусти меня! А ну, шевелись! Пусти меня! Не смотреть! Вас не касается! А ну, отпусти! Люха Усея? Мы не должны идти. Это слишком опасно. Люха Усея является частью семьи генерала. Я не могу просто уйти. Слушай, иди домой и разыщи генерала. А я пойду посмотрю. Тогда я пойду с вами. Моя магия почти восстановилась. Я почти неуязвима сейчас. Давай, ступай же. Ступай! Пусти меня! Да что ты делаешь? Иди. Пусти меня! Заходи. Быстро. Пошла! Давно не виделись. Это ты. Твой побег десять лет назад был моим величайшим позором. Я уничтожу тебя, демон. Генерал, генерал, генерал. Почему ты так паникуешь? Госпожа. Она. Она. Kirk. Состоч . К поедал. Генерал. Пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Ты сразу понял, что это я. Брат Юньфань, ты никогда меня не разочаровываешь. Я знал, что Люха Осю работала на тебя. Не думал, что ты решишь так быстро от неё избавиться. Она просто пешка. Но теперь она наконец доказала свои способности. Сяо Цзэшэнь, ты играешь с огнём. Что ж, и ты сыграешь со мной в эту игру. А как насчёт шпильки для волос? А может, это шпилька? Найти её светлость. Попробую. Времени мало. Я мало знаю о книге Хэллоу и технике гадания Цымэн Дунцзя. Подчинись мне. Радужный свет пяти планет. Разыщи в атьме ту, которой здесь нет. Брат Юньфань, как ты думаешь, кто из принцев самый компетентный? Ты. Кто должен быть наследником? Ты. Но отец, похоже, так не считает. Это потому, что он хорошо тебя знает. Если ты станешь принцем, весь Тяньшэн будет обречён. Абсурд. Кажешься доброжелательным, но твоё сердце тёмное и порочное. Лояльные тебе процветают, а враги погибнут. Ты не знаешь снисхождения к людям. Кроме того, ты своеволен. И амбициозен. Лишь взойдёшь на трон, люди больше не будут жить в мире. Гу Юньфань. Выживете от Зюэра или нет? Всё зависит от тебя. Чего, чёрт возьми, ты хочешь? Это просто. Ты должен пообещать мне две вещи, и я освобожу лисицу. Первое. Присягни мне на верность. Второе. Введи свою армию в город. Сяо Цзишэнь. Неужели ты настолько нетерпеливый? Радужный свет пяти планет. Нашёл! Ты получаешь власть и красавицу. Разве этого мало? Я клянусь небесами. Если поможешь захватить трон, я вознагражу тебя. Ваше высочество, это серьёзное дело. Могу я подумать об этом? Можешь. Но не заставляй меня ждать долго. Ведь лисица тяжело ранена. Промедлишь. И я не смогу обещать, что ты получишь свою красивую жёнушку в целости и в сохранности. ХРАХАХХХХХХХХ Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это ты? Госпожа, давно не виделись. Значит, ты одна из них? Не совсем. Если бы ты помогла мне заполучить Гу Юнь Фаня и стать его законной женой, как ты и обещала, возможно, я бы не стала этого делать. Чего ты хочешь? Принц Цзэшэнь хочет взять тебя в заложники, чтобы заставить Гу Юнь Фаня помочь ему захватить трон. И после того, как он взойдёт на трон, он обвинит генерала в государственной измене и выставит его виновником переворота. Генерал на это не купится! Захочет он этого или нет, зависит от того, насколько ты важна для него. Я живу в особняке генерала уже два года. Я перепробовала все способы. Но Гу Юнь Фань даже избегал встреч со мной. А ты, лисица, всего ничего здесь. И он уже очарован тобой. Сегодня я собираюсь испортить тебе лицо. И посмотрим, как ты сможешь и дальше обольщать его. Стой! Генерал! Это необычная магия. Это... Заклинание крови. Заклинание крови. Это необычная магия древней секты. Это очень сильная магия. Для защиты от могучих духов. Для неё требуется их кровь. И очень много времени. Мало кто способен на такое. Удивительно. Правда удивительно, что у нас здесь знающий коллега Даос. Рад видеть тебя. Гу Юнь Фань. Так и знал, что ты будешь тянуть время. Я собираюсь дать тебе последний шанс. Поклянись в верности. И моё обещание тебе останется в силе. Я никогда не совершу измену. Солдаты обороны города и войска Юй-Линь быстро смогут захватить столицу. Без вашего знака они не пойдут на помощь императору. Ты сошёл с ума! Я даю вам последний шанс преклонить колени. Моё обещание тебе по-прежнему в силе. Твой план не сработает. Что ж, тогда вы все встретитесь в аду. Не беспокойтесь. У меня свои способы. Дорогая, охраняй её. Меч. Меч. Госпожа, меч из красного дерева. На нём есть чья-то кровь? Да. Кровь Гуюнифаня. Генерал, пролей свою кровь на деревянный меч и заклинание разрушится. Генерал. Гуюньфань. Отец? Ну, мятежник. На колени. Я был в курсе вашего заговора. Император, вы слишком поздно. Ой, прости. Меня задержали дворцовые формальности на прогулке. Тячи. Дорогая, генерал. Чэнь Юй. Быстрее придумай что-нибудь. Я... Я ничего не могу сделать. Генерал. Является мой генерал. Героем, который сражается, истекает кровью, но никогда не плачет. Генерал. 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 В последние дни в генеральском особняке ты всегда называешь меня женой. Это звучит так отстраненно. Ты можешь хоть раз в жизни назвать меня Дзюэр. 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 Разбила сердце Гу Юнь Фаня. Однако у него не было времени горевать. Он повел войска на север, чтобы немедленно сразиться с врагом. На поле боя Гу Юнь Фань тщательно продумал стратегии и взял на себя инициативу в атаке. В итоге силы Бейронга были полностью разбиты. Война длилась несколько месяцев, прежде чем враги убежали обратно в свои степи. Эта война сильно потрепала Бейронг. Они не придут в Тяньшен в течение следующих 30 лет. Генерал, ты так долго не отдыхал как следует. Если продолжишь, можешь упасть в обморок. Я в порядке. Я не собирался говорить тебе, но видя, как ты расстроен, мое сердце болит. Хорошо, хорошо. Я втайне выяснил это для тебя. Лисичка, укравшая твое сердце, все еще жива. Жива? Почему она не вернулась? Она винит меня за то, что я не смог защитить ее. Генерал, генерал, какая-то девушка хочет вас видеть. Может быть, это... это... -, это... -, -, это... . -, -, Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вы, ты наконец-то вернула. За последний месяц я безумно скучал по тебе. Девушки отдыхают. Я виноват. Я не защитил тебя. Тебя ранили тогда из-за меня. С этого дня и впредь. Я... Сяо Мань? Я голодна. У вас есть булочки на пару? Сяо Мань, можешь сейчас сказать мне... О! Сяо Мань. Я ищи. Я виноват. Край. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok